Это наш горячо любимый парк имени Льва Толстого, который гордится своими вековыми думами. Сказочная история разворачивается в подмосковных Химках. Скоро здесь должен вырасти филиал столичного парка сказка. Вот только жители не рады, потому что некогда чудесный, тихий, благоустроенный парк сегодня превратился буквально в стройплощадку. Для меня это просто шок-контент. Просто уродуется прекрасное богатство нашей старой части города. Как руки Москвы дотянулись до подмосковных Химок и кто будет отвечать за все это безобразие, будем разбираться в сегодняшнем нашем расследовании. Придя в парк, мы обнаружили, что в парке проводятся строительные работы. Никакой информации о том, что здесь происходит, мы не увидели, а также заполненного паспорта объекта. Анна, вот я вижу, что здесь до сих пор сохранился информационный щит, где написано, что здесь площадка кроссфита. Сложно себе представить, что на месте изуродованного ландшафта была какая-то площадка. Что здесь было? Расскажите. Да, здесь была спортивная площадка, то есть воркаут. Здесь местные жители активно занимались спортом. А рядом с площадкой воркаута находилась малышковая площадка. Это была очень удобная, хорошая площадка. Все горожане ей прекрасно активно пользуются. Сейчас на ее месте появляется кафе. Да, ну и теперь предлагают, наверное, малышей катать на вот этих безумных размерах аттракционах. А фактически инфраструктуру для самых маленьких жителей химок в этом парке больше не осталось. Да, альтернатив нет. Сегодня территория парка изуродована вот этими зигзагами траншей. И, к сожалению, местным жителям совершенно непонятно, кто и по какому принципу их роет. И что самое главное, уже сегодня, глядя на вот это безумное количество корней, которые разбросаны по всей округе, очевидно, какой экологический ущерб нанесен всем деревьям. Вот эти вот все деревья, которые находятся вокруг меня, уже сегодня подвергнуты серьезному экологическому риску и могут погибнуть. А самый главный вопрос, где здесь будут размещаться аттракционы? Ведь буквально для всех этих громоздких сооружений будет помехой кроны деревьев. И очень жаль, если крона этих деревьев постигнет та же судьба, что и корни. То есть это, скорее всего, ветки, которые они спиливают для того, чтобы ставить свой аттракцион. То есть мало того, что они убивают корневую систему, они еще и наглым образом опиливают деревья, чтобы кроны деревьев не мешали аттракционам. И потом вот это все благополучно накрывают вот этими настилами и куда-то втихаря, скорее всего, вывозят. О строительных работах мы узнали по факту. Предварительно парк Толстого находился на реконструкции уже несколько лет. Эта часть не была отдана под аттракционы. И практически каждый живущий здесь химчанин об этом был в курсе. Что такое комфорт в представлении химкинских чиновников мы сегодня могли увидеть своими глазами? Просто изуродованный ландшафт парка, торчащие коммуникации и катастрофический ущерб природы. На этом плакате написано, что кто-то приносит свои извинения за доставленные неудобства. Но только до сих пор перед жителями никто так и не извинился. С ними не ведут диалог и игнорируют их требования. По результатам круглого стола мы задали очень много вопросов, но ответов мы не получили. С нами не выходит на связь представленный к нам человек из руководства нашего города. То есть мы находимся в неведении. Буквально накануне выхода нашего ролика мы получили очень интересный и неожиданный ответ от администрации городского округа химкин. Мало того, что власти заранее осознанно шли на нарушение природоохранного законодательства, так они еще и заблаговременно заключили контракт, если верить тексту письма, со специализированной организацией, которая должна будет ликвидировать последствия всех тех нарушений, которые мы зафиксировали в парке Льва Толстого. Проект Экорейд не оставит эту ситуацию без внимания. Будем добиваться соблюдения законодательства и охраны природы. Продолжение следует...